приветствую вы на канале медвежий барабан сегодня буду обозревать видеорегистратор да именно видеорегистратор так как считаю что данное устройство тоже относится к средству защиты только уже на дороге которая может спасти жизнь стать важным доказательством в том или ином случае а также помочь другим участникам движения и так сегодня речь пойдет про автомобильный видеорегистратор новинку производства компании via for модель vs 1 что же интересного заявляет о данном видеорегистратор и производитель это процессор новотек nt 96 565 датчик изображения от sony starvis 2 широкий угол обзора 140 градусов разрешение изображения 2560 на 1440p 30 fps и 1920 на 1080p 30 fps голосовое управление встроенный вайфай 2 и 4 гигагерца и 5 гигагерц три режима парковки и многое-многое другое далее обо всем подробнее поехали давайте по традиции начнем с того как поставляется и чем комплектуется данный видеорегистратор приехал он ко мне вот в такой небольшой симпатичной коробочке на лицевой стороне которой мы видим изображение нашего регистратора и его основные особенности такие как например датчик изображения от sony starvis 2 и голосовое управление на обратной стороне все расписано более подробно помимо самого регистратора в мою комплектацию входит комплект проводов hk5 для автономной работы вот в такой отдельной коробочке сегодня он нам не понадобится но для кого важно длина проводов которые входят в комплект составляет порядка четырех метров и bluetooth пульт дистанционного управления сразу скажу пульт приобретался отдельно а вот набор проводов можно заказать на алиэкспресс вместе с регистратором ну что переходим комплектации самого регистратора внутри нас встречает непосредственно сам регистратор запакованный в целлофанку далее минимум различной макулатуры это правило установки инструкция к слову только на английском языке возможно что это новинка в дальнейшем это допилит гарантийное обслуживание и вот таких две пленки которые служат как так скажем прокладка между лобовым стеклом и липкой частью регистратора дабы без последствий для лобового стекла можно было потом его отклеить далее шнур usb type-c еще один но уже короткий шнур usb type-c запасная клейкая основа для регистратора вот такая лопатка для удобства прокладки проводов в салоне авто и длинный шнур питания с прикуривателем плюс здесь также в комплекте идет карта памяти на 32 гигабайта с адаптером мелочка говорится приятно есть все необходимое для работы аппарата из коробки то есть достал поставил и поехал на этом с комплектации закончили переходим к самому регистратору via foe vs1 представляет собой миниатюрный видеорегистратор который крепится к лобовому стеклу автомобиля с помощью стандартной липкой ленты 3 м видеорегистратор имеет так скажем овальную форму на лицевой стороне регистратора разместился объектив на обратной стороне у нас динамик кнопка защиты видео индикатор записи видео и микрофон с правой стороны слот под карту памяти и кнопка включения выключения микрофона с индикатора ножка крепления размещает в себе gps модуль порт питания тайп си и съемную площадку для того чтобы аккуратно снимать наш регистратор как и в случае с другими моделями via foe к общему дизайну и качеству сборки претензий нет несмотря на то что устройство сделано из пластика она выглядит прочным и способным выдержать испытания временем камера крепится к основанию с помощью подвижного шарнира который позволяет поворачивать ее под нужным углом и захватывать дорогу впереди у меня же это не первый регистратор данного бренда прошлый обозреваемый мной имел внушительные размеры по сравнению с данным малышом но однако в этой модели нет заднего экрана поэтому придется использовать приложение на мобильном телефоне вес один оснащен технологии sony starvis 2 на благодаря 5 мегапиксельному датчику изображения регистратор обеспечивает запись видео в 2к 1440 пи что я считаю более чем достаточным для большинства средних потребителей несмотря на свой размер технология hdr более чем способна справиться с изменениями в освещении поэтому когда вы проезжаете туннели едете в очень темную погоду или находитесь на дороге ночью она по сути должна справиться с этими изменениями для этой модели также имеется голосовое управление которое позволяет использовать ее без помощи рук чтобы запускать и останавливать запись делать фотографии сделать фото или включать и выключать функцию вайфай по мере необходимости кстати варианты вайфай 5 гигагерц и 2 и 4 гигагерца позволяют быстро и легко передавать данные а если у вас есть приложение via for вы также можете просматривать отснятый материал на своем телефоне если же вы хотите использовать функцию мониторинга парковки в режиме 24 на 7 с помощью камеры vs 1 вам необходимо подключить ее к вашему автомобилю набором проводов которые я показывал вам ранее но это стоит делать если вам не нужно переносить камеру из одного автомобиля в другой подключение напрямую открывает множество дополнительных функций таких как обнаружение движения и покадровая запись в то время как встроенный g-сенсор может записывать файл при внезапном ударе или столкновении это ваша защита от неприятных моментов с которыми вы можете столкнуться оставляя авто на улице или на паркингах с теорией вроде разобрались предлагаю перейти к практике прокатиться и посмотреть как пишет данная камера поехали и Субтитры сделал DimaTorzok Для проверки звука решил сделать тестовую запись, то есть вот сейчас я разговариваю с обычной громкостью, то есть не кричу, не ору, обычная салонная, так скажем, разговорная речь для поездок. Послушать, как это все звучит, как это слышно. Сегодня у нас замечательный весенний денек, солнышко светит, птички, как говорится, поют. Вот. Наставление отличное. Вот, решил прокатиться, затестировать данный видеорегистратор. Вот. Соответственно, я тоже не знаю, как еще сейчас будет звук записан, но я думаю, все отлично. Предыдущий видеорегистратор от VIAFO я уже тестировал, там с этим проблем не было. Предыдущее видео было в 2К, сейчас будем снимать видео 1920 на 1080p, 30 фпс. Предыдущее видео тоже было в 30 фпс. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Время подвести итоги. Камера VIAFO VS1 предлагает очень достойные кадры с четким видео, на котором запечатлены важные детали. Такие, как номерные знаки и дорожные знаки. Информация о дате и времени также записывается на отснятый материал. Поэтому она делает, по сути, все, что от нее требуется. Хотя камера меньшего формата, чем у многих конкурентов. Но в целом, я впечатлен. Несомненный плюс, это компактный дизайн. Она очень хорошо подходит для автомобилей с меньшей площадью лобового стекла. Также я видел, что некоторые люди даже крепили ее тупо на торпеду. Придиркой, пожалуй, является отсутствие заднего экрана. Поэтому просмотр отснятого материала непосредственно на камере невозможен. Для этого вам нужно будет устанавливать мобильное приложение. Или уже просматривать отснятый материал на компьютере. Однако камера сообщает вам, когда она работает. А индикатор также сигнализирует о нормальной работе или неисправности. И все-таки я бы не считал это именно за минус. Так как в угоду размерам приходится чем-то жертвовать. Что же касается цены, то в среднем на Алиэкспресс цена на нее составляет порядка 13 тысяч рублей. В максимальной комплектации, которая у меня. И порядка 10 тысяч рублей за комплектацию без дополнительной автономной проводки и дистанционной блютуз кнопки. Следите за распродажами, так как в обычные дни цены куда выше. Ссылочку по традиции на Алиэкспресс оставлю в описании под видео. Залетайте и ознакомливайтесь. Хочу напомнить вам, что я создал новую группу ВКонтакте. Поэтому рад буду увидеть вас там. И отмечу один момент, что все мои видео это мое личное мнение. И первое впечатление о тех или иных товарах, которыми я пользуюсь. Выражаю свое восхищение или недовольство ими и делюсь этим с вами. Чтобы вы могли делать из этого какие-либо выводы. В общем, мои видео несут только ознакомительный и информационный характер. Не более того, чтобы у вас было представление о данных товарах. И вы понимали, нужны ли они вам вообще. Друзья, понравилось видео? Тогда поддержи меня лайком и подпиской на канал. Но обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока.